Мы поговорим на очень серьезную тему. Вообще, когда задумывалась тема этой конференции, мы хотели затронуть тему политического и экономического суверенитета. Но это было в ноябре, в декабре, и тогда использовать подобные выражения было еще опасно, и это было новшество. Поэтому мы не стали рисковать, и конференция была названа так, как она названа сейчас. Но я решила уже тогда, что мы обязаны рассказать про то, что происходило последние пять лет в молодежном обществе у нас. Потому что то, что происходит в мире, безусловно, влияет на деятельность не только больших госкорпораций, организаций, детских садов и все такое, но оно влияет и на политику молодежного общества внутри предприятия. Мне бы кликер. Мне хочется еще добавить, вот то, про что буду я рассказывать, это не только наша деятельность ограничена. Мы делаем все то же самое, что делаете вы, что делает весь зал. Мы проводим культурно-массовые мероприятия. У нас работа с ветеранами. К сожалению, не могу предоставить фотографии, потому что ветераны всегда стесняются. В зале, по-моему, есть, нет, нету. Наша девушка, которая курирует работу с ветеранами. Научно-техническое направление адаптация. У нас есть проекты, которые относятся к адаптированию молодых специалистов. Технические туры, обучение, всевозможные лекции. Если мы будем говорить про каждый пункт, мы здесь останемся просто до пяти вечера. Поэтому мы говорить об этом не будем, но это присутствует, это есть. Также у нас всегда отклик по корпоративным программам. Если нам, Росатом, советуют принять участие в каком-либо мероприятии, мы принимаем сразу, быстро реагируем. Мы это умеем. Это просто вводная часть, чтобы не было вопросов, почему вы не делаете. Мы делаем все. И делаем на высоком уровне достаточно. А теперь поговорим про причину вообще моего доклада. Что-то он как-то изменился. Мы меняли презентацию несколько раз. Думаю, что без нее буду. В чем причина изменения политики молодежного общества и в целом политики нашего государства? Сначала первая сыграла COVID-19. Сразу госкорпорация наша быстро перешла на удаленный режим работы. Это было сделано молниеносно просто. И я не ожидала такой слаженной работы всех структур. Вы все участвовали в этом, вы знаете, как мы перешли быстро туда. Но при этом мы тогда сели с руководством молодежного общества и стали решать, что делать нам. Нам же тоже надо действовать. И, исходя из этой обстановки, вытекли следующие мероприятия, о которых я расскажу. Второй фактор – это сейчас военно-экономическое, политическое, стратегическое положение России на мировой арене. Мы не можем делать вид, что ничего не происходит, что на нас это не влияет. Это влияет. Финский контракт, финская атомная станция, пример тому. У нас были зарубежные тех туры, которые мы проводили очень успешно, в большом количестве. Мы гордились ими. Мы вынуждены были отказаться. Но мы быстро их заменили на туры по России. И это не менее интересно и полезно для нашего молодежного общества. Тоже мы углубляться не будем, потому что очень обширная тема у нас это есть, но мы не об этом. Первое мероприятие, которое вытекло из ковида, так получилось. Мы собрались и думали, какую пользу нам привести, принести вместе, что нам делать, поскольку возможно только мероприятие на открытом воздухе, как вы помните. И мой коллега, ныне президент молодежного общества Александр Байбаков, предложил велоплоггинг. Мы поддержали его. Эта акция прошла, точнее, организована была, мне кажется, за полторы недели. Мы очень быстро скооперировались. У нас возникла идея, и сразу же обросла она подробностями. Мы присоединили спортивное общество Атомоэнергопроекта. Волонтерские какие-то единичные организации объединили их и собрались вместе. Мы убирали мусор в государственном заповеднике, недалеко от Санкт-Петербурга, по дороге на Ленинградскую атомную станцию. Это уникальное мероприятие, которое мы провели впервые. И мы до этого в таком именно формате не видели ни у кого еще мероприятие спортивного ориентирования с уборкой мусора. Плюс, конечно, мы собирали его раздельно, доставили на станции сбора раздельного мусора, популяризировали это. И я бы хотела включить ролик. Поскольку я волнуюсь и говорю плохо, мы посмотрим ролик. Ты просто останавливаешь презентацию, и он переключается на видео. Вы иди из нее. Вот было сейчас уже хорошо. Ну соскачиваем. Коллеги, попробуйте выйти действительно из презентации. Так из нее нужно выйти и далее выключать. Нет, прям вообще выйти. Так, это вот так. Нет. Так. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... К чему это все? Вы тоже можете сказать, что у вас подобные акции были. Здесь симбиоз нескольких направлений. То есть акции по сбору мусора проводятся часто многими организациями. Но туда можно добавить изюминку. И молодежное общество Санкт-Петербургского атомопроекта всегда ищет эти изюминки, пытается внести какую-то искру в любое мероприятие, а возможно провести что-то новое. Что-то новое появилось тоже на базе... Звучит не очень красиво, да, исходя из ситуации с ковидом. Как-то в выходной мы с детьми поехали за город, потому что больше ехать было некуда. И останавливались на обочине посмотреть на заброшенный памятник. Возникла идея. Я подумала, почему бы не посмотреть информацию об этом памятнике. Посмотрела, мы почитали. Дальше пошла уже работать фантазия. И мы решили собираться каждый год накануне 9 мая, либо во время майских праздников. И проводить акцию памяти для сотрудников, друзей, для разных возрастов. Что очень важно. Я считаю, что молодежное общество всех организаций должны расширять свою политику в область семьи, друзей. И расширять, объединять разные поколения. Поэтому мы сейчас переходим и стараемся перейти в некоторых мероприятиях на формат семейный. Либо формат старшее поколение наших сотрудников, младшее. Потому что мы должны знакомиться в неформальной обстановке. В дальнейшем в работе это очень поможет. Это небольшое отступление. В чем заключается акция? Организаторы готовят тексты, составляют маршрут, проходят в форме автопробега. Это модно и интересно для молодых. При этом экскурсионная составляющая, которую мы подготавливаем, интересна для более взрослого поколения и для детей. Польза от этого мероприятия колоссальная. Потому что на фоне того, что происходит сейчас в мире, очень важно донести нашу историю до наших детей, до будущих поколений. И мы не можем переписать учебники истории или как бы внести в них то, что мы хотим сохранить, потому что учебники истории даже у нас переписываются. Но мы можем маленькими своими подобными акциями оставлять в головах нашего поколения следующего подобную информацию, чтобы это оставалось. Мне кажется, что эту акцию можно практически на все города России размножить, потому что в каждом уголке нашей страны есть те объекты культурные, которые хранят память о Великой Отечественной войне. Мы выбираем каждый раз отдельный маршрут, какую-то отдельную историю о войне и формируем точки маршрута, останавливаемся, мы возлагаем цветы и рассказываем сами от себя исторические справки. При этом люди, которые приезжают к нам, уже сейчас они подготавливаются, потому что уже не первый год это проводится. И сами вступают в диалог. У нас получается такая дискуссия на местах боевых сражений, возле памятников. Кто-то знает удивительные истории, локальные, маленькие там, да, кто-то рассказывает, что у него здесь был дедушка. В общем-то, очень все трогательно. Давайте включим ролик следующий. Не вздыхай, Евгения. Вот у нас как все ловко теперь происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, если говорить еще об этом мероприятии, мне бы хотелось, чтобы эта акция проходила не только в Санкт-Петербурге, Возможно, здесь присутствуют наверняка представители других молодежных организаций, и эта акция была бы очень интересной, в общем, для корпораций в целом. Следующий слайд тоже достаточно грустный, грустный, радостный, не знаю. Каждый из нас, я думаю, в каждой организации проводит акции помощи приюта домашним животным. Обычно это ограничивается сбором, помощи материальной, покупкой корма и доставкой его в приют. Мы пошли дальше, мы приезжали, мы договорились с приютом, причем взяли приют неразрекламированным, мы искали специально приют, который может предоставить отчетные документы, но который не курируется фондами. Это очень важно, потому что, когда вы привозите в фонд коробки, они куда-то уходят. Я не буду ничего говорить, да, ну, а когда мы видим небольшой приют и куда уходят купленные корма, можем отследить это, это важно. Мы гуляли с собаками, делали это регулярно, несколько раз в год, нам нравилось. Участвовали коллеги, причем участвовали не только молодые сотрудники, опять же, в это вовлекались сотрудники всего института, взрослые, и с радостью откликались на призывы о помощи. Опыт, который мы там приобрели при организации, все это у нас происходит очень быстро и легко. Очень, уже отлаженная схема. Опыт позволил осуществить в этом году очень важный проект, который, не проект, а акцию, которой я очень горжусь. Опять же, мы ехали с детьми в машине, было 8, 7 марта было, все было очень радостно, вечер был. И ребенок прочитал новостные ленты и сказал мне, мама, сгорел приют в Ленинградской области, поселок Мучихино. Жуткие, страшные кадры. Ну, как бы, можно сказать, ой, как жалко. Я что-то еду, думаю, а мы же можем помочь. И очень быстро, буквально 2 часа нам хватило созвониться с Александром. Я говорю, ты поможешь размещением новостей? Он говорит, да. Я говорю, давай попробуем, давай посмотрим, что будет. Мы рискнули, потому что мы не знали, насколько помощь нужна была огромная, потому что я сразу же нашла в интернете эту женщину. У нее сгорел не только приюты, домашние животные, большая часть. У нее сгорел дом, вещи, вообще все. Человек остался, в чем ушел из дома в этот момент. Мы созвонились, и я не знала, на что рассчитывать ей. Я говорю, мы, может быть, привезем там 20 килограмм корма. На что хватит? Мы сделаем все, что можем. За 2 дня мы собрали, там была сумма около 190 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, скидывался каждый 8-й коллега, которому пришло это послание. Мы закупили корм за 2 дня. Доставили буквально сразу, когда нужна была помощь. Доехали. В общем, давайте включим видео, потому что тяжело. Я скоро заканчиваю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры 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 Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Большое извините, что так долго. Спасибо.